Книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», — говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 11 глава, 11 стих. «Так, — говорит Господь, — вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться. А когда воззовут ко мне, я не услышу их». Хочу рассказать вам очень интересную историю, которая произошла совсем недавно. На воскресном собрании у нас проповедовал приезжий брат, который сам был участником всего этого. Случилось это во время недавнего наводнения у нас на Украине. Когда была разрушена плотина, дома в некоторых селах были почти затоплены. Вода поднялась до самых крыш. Кто-то не успел спастись, а кто-то влез на самый верх дома, надеясь, что таким образом он сможет выжить. Брат рассказал, как они, верующие на лодке, спасали людей. Находить их было совсем непросто. Он рассказал три потрясающих случая. Одна женщина просидела на чердаке своего затопленного дома девять суток. Позже она рассказывала, что в первый день влезла на самый верх дома и со страхом увидела, что вода все еще продолжает подниматься. Тогда эта женщина, которая раньше не обращалась к Богу, начала отчаянно молиться. «Господи, я не знаю, что делать. Помоги мне. На Тебя вся моя надежда». И вода перестала подниматься. Но шло время, день за днем, а вокруг никого не было видно. Наконец она разглядела вдалеке лодку и попыталась закричать, но не смогла. Хотела замахать руками, чтобы обратить на себя внимание, но у нее и это не получилось. Потому что за эти девять суток она полностью обессилела. И тогда эта женщина всем сердцем опять воззвала к Богу. «Господи, только Ты один можешь меня спасти». Брат рассказывал, что они в это время плыли на лодке совсем в другую сторону, но неожиданно изменили свой маршрут и отправились именно к этому дому. В итоге женщина была спасена, и сейчас она постоянно посещает христианские собрания. Другая женщина просидела на самом верху своего затопленного дома 12 суток. До этого бедствия у нее было очень много всякой домашней живности, но все они погибли, кроме трех. Ей удалось затащить с собой на крышу одну козу, одну собаку и одну курицу. Но чем их кормить? Раньше она тоже никогда не обращалась к Богу, а теперь стала просить Его о помощи. И тут же увидела проплывающую по воде сумку. Ей удалось поддеть ее длинной палкой. В сумке оказался корм, пригодный для козы. Я сейчас не могу точно вспомнить, что именно. Теперь накормленная коза стала давать молоко, которым 12 дней она питалась, эта женщина. Затем ее увидели спасатели, посадили в лодку, и вот так она выжила. Но третий случай самый тяжелый. Спасатели подплыли на лодке к затопленному до второго этажа дому и увидели сидящих на подоконнике двух маленьких детей. В доме оказалась их мать, молодая женщина, которая поспешно собирала какие-то вещи. Спасатели начали уговаривать ее оставить все это и немедленно садиться вместе с детьми в лодку. Но она ответила, нет, нет, мы останемся здесь. Наш дом построен по специальному проекту. Он не может быть затоплен. Сейчас я возьму вещи, и мы с детьми поднимемся выше. Там и переждем, пока вода спадет. Спасателям так и не удалось убедить ее сесть в лодку. После этого они отправились на помощь к другим. А мать со своими детьми остались в полузатопленном доме. Затем брат рассказал конец этой истории. Уже через какое-то время, когда вода полностью спала, он вернулся в это село по какому-то делу, а потом нашел тот дом, из которого они старались спасти маму с двумя детьми. В доме никого не оказалось. А когда он поднялся на чердак, то увидел там лежащую на полу ту самую молодую женщину, а рядом с ней двух ее детей. Все они были мертвы. Изумляет то, что даже сейчас, когда происходящие в мире события следуют одно за другим, ужасающие события, совсем немногие взывают Господу, еще меньше тех, кто, оставляя все, садится в лодку спасения, принимая Иисуса Христа, умершего за наши грехи, принимая Его своим избавителем, своим спасителем. Удивительно. Две женщины просто воззвали о помощи к Богу и были спасены. Были спасены чудесным образом. Третья женщина отказалась от помощи спасателей, понадеявшись на свой прочный дом. Я пытаюсь представить, как вела себя эта женщина, когда, наконец, ясно поняла, что она погибает. Погибает вместе со своими детьми. А ведь у нее была отличная возможность спастись. В тот день рядом с ней была лодка, в которой ее готовы были доставить в безопасное место. Я абсолютно уверена, что эта женщина потом с огромным сожалению вспоминала о своем отказе сесть в лодку. А может быть, она мучительно вспоминает об этом до сих пор, находясь в вечности? Кто-то сказал, что ад – это место упущенных возможностей. Ты не узнал времени посещения Твоего. Это слова самого Иисуса Христа, который сделал для нас все. Который сделал для нас все, кроме одного. Выбор остается за нами. Когда-то я написала стихотворение, которое называется «День гнева». Помню, что меня тогда потрясла одна мысль. Видя приблизившиеся суды Божьи, упрямое человечество начнет вопиять. Но вопиять не к Богу, а к бездушным камням. Даже в эти ужасные минуты люди будут взывать не к распятому Христу, умоляя Его о милости, а к немогущим им помочь горам и камням. Но сегодня еще драгоценный день Божьей благодати. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Обещает Господь. Книга Откровения, шестая глава, шестнадцатая и семнадцатая стихи. «И говорят они горам и камням. Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В тот день вскричат в молитве все живые. Все человечество возобьет. У гордецов склонятся низковые, но не Христу поклонится народ. Молитвы вознесут к камням бездушным, к безмолвию не слышащих их гор. И все мучительнее будет ужас, когда вдруг осознают свой позор. От гнева Агнца где теперь укрыться? Падите, камни, поскорей на нас! В безумии тогда начнут молиться, когда услышат судный Божий глаз. О, неужель и ты в том общем хоре молиться будешь не Христу, камняму? В день гнева небо будет на затворе, несчастных ожидает суд огня. Тогда уж бесполезны будут слезы. Бог не ответит на мольбу души. И потому пока еще не поздно, немедля к Иисусу поспеши. О, если б ты узнал хотя бы в этот день, Что в слепоте избрал ты вместо света тень, О, если б ты узнал хотя бы в этот день, Что служит к миру, служит к миру твоему. О, если б ты узнал хотя бы в этот день, Что служит к миру, служит к миру твоему. О, если б ты узнал хотя бы в этот день, Что служит к миру, служит к миру твоему. О, если б ты узнал хотя бы в этот день, Что служит к миру, служит к миру твоему. О, если б ты узнал хотя бы в этот день, Что служит к миру, служит к миру твоему. Что служит к миру, служит к миру твоему.